всем добрый день я вас приветствую у себя в кухне сегодня 1 июля можно сказать что уже почти середина лета я хочу сегодня испечь печенье но печенье в магазине редко покупаем домашние то печенье очень вкусные посмотрите как я это делаю хотя я уже печенье много раз пекла но одно и то же тесто можно оформлять печенье в разной форме и она будет смотреться как будто новое а вкус у него прекрасный мне нравится и так мне понадобится мука с левой стороны пакет стоит я ее потом просею сметана баночки понадобится 3 ложечки сахар стакан целый 250 миллилитров насыпала третий стакан это что это это сода надо будет взять чайную ложечку соды ну масло или маргарин у меня вот в красной обложке пачка лежит три яйца соль но там лопатка венчик и ложка и конечно же миска для начала мне нужно яйца взбить с сахаром сахар стакан высыпала яйца буду взбивать венчиком все взбила сюда добавляю щепотку соли немножко чуть-чуть сюда добавлю ванилин пакетик здесь мало количество маленькая поэтому весь пакетик и снова перемешиваю все размешала добавляю сюда одну пачку у меня сегодня маргарин не масло у кого масло есть кладите масло а мне нужно магазин сходить за маслом размешаю она уже маргарин этот теплый комнатной температуры хорошо размешивается хорошо размешала теперь буду добавлять сметану ложки у меня 15 процентная сметана такие три ложечки и теперь уже дальше буду работать ложкой еще сюда соды надо добавить я соды высыпаю в такой стаканчик мне так удобно закрыто все сейчас насыплю прямо на сметану чтобы она погасилась чайную ложечку и хорошо размешаю один стакан муки насыпала сразу же над миской буду просеивать и постепенно вымешиваю сразу один стакан потом второй и третий вот так выглядит с одним стаканом муки тесто наше будущее второй и снова размешиваю вот так выглядит тесто где два стакана муки высыпаю третий и снова размешиваю вот так выглядит тесто здесь уже три стакана муки видите жидкая а мне надо чтобы тесто потом раскатывать на столе в пласт поэтому я сейчас немножко еще муки добавлю еще под подмешаю а вот это наверное на стол насыплю и буду на столе тесто вымешивать сейчас стол присыплю вот этой мукой и буду выкладывать сюда тесто все тесто выложила миска чистая теперь скребком буду собирать и и начинаю вымешивать надо чтобы она не сильно к рукам прилипала чтобы я могла его раскатать скалкой ну и не забитой мукой должно быть не жесткая вот так я вымесила тесто оно очень нежное сейчас подсыплю еще муки и буду раскатывать тесто сначала я его разделю на две части чтобы мне удобно было на столе не очень большой чтобы круг получался ну а этот кусочек теста я округлю и буду раскатывать если тоньше раскатать тесто тонкое чтобы было значит печенье будет хрустящее муки надо немножечко подсыпать количество муки зависит от величины яиц какого размера яйца большие или маленькие вот так что от самой муки я не очень тонкие будут делать печенье хочу чтобы они пышненькие были думаю что вот такой толщины достаточно смотрите какое мое тесто желтое сегодня я хочу печенье сделать я как-то делала цветочком делала а сегодня просто такими полосочками сделаю ну краешек конечно не полосочка получится а вот следующее надо нож обмакнуть в муку сантиметра два шириной полосочки буду делать вот так можно делать подлиннее полоски можно квадратиками можно треугольниками можно круглые какие ваши душеньки сегодня угодно домашнее печенье очень вкусное не сравнить с магазинным ну никак оно не сравнивается оно получается ароматное и на вкус приятное в общем сейчас я нарежу и дальше вам покажу вот из первого куска теста которое я раскатывала вот столько получилось печенья начинаю второй кусочек теста раскатывать вот целый противень у меня получился а тесто еще осталось видите и я сейчас из этого теста сделаю печенье другой формы вот это печенье уже готовое ну в смысле сформованное я ставлю в духовку духовку я уже включила на разогрев на 180 градусов а следующее буду только делать на следующий противень буду только формовать печенье печься они будут недолго минут может быть до 20 снова тесто собрала в шарик в колобок и теперь я его из него сделаю вот такую вот колбаску вот и разделю его на порции ну какого размера печенье у меня будут такие шарики примерно так внутрь и шарик поделю на шарики у меня получилось вот столько шариков сейчас я буду делать цветочки из них так беру один шарик чуть-чуть его раскатываю вот такой же величины это толщины как и те печенья примерно кружочек чтобы получился теперь вот этим вот делителем вниз так чтобы вам было видно вниз вверх вправо влево делаю надрезы и еще между ними два штуки надо чтоб надрезов было четное число ну а теперь просто соединяю по два лепестка раз два три четыре пять и шесть смотрите что получилось вот сколько я уже цветочков налепила остался у меня всего один комочек теста и я хочу вам показать как я из него сделаю формочку грибочка раскатаю его но уже не кругом а овалом чтобы форма была не круглая а овальная теперь отрезаю кусочек теста отрезаю в сторонку второй кусочек сейчас отрежу чтобы здесь была прямая полосочка вот так видите разделила на три части вот эту часть теста вот так делаю надрезы несколько ну сколько вам захочется сделала надрезы и укладываю вот сюда смотрите что у меня получилось грибочек все противень готов а первое печенье должно уже испечься сейчас буду вынимать уже приготовила блюдо двадцать четыре минуты они у меня пеклись это сразу же ставлю второй противень палочки такие палочки с обратной стороны тоже румяные красивые получилось много печенья целое блюдо хочу сказать что такое печенье хорошо делать с детьми ну с внуками или со своими детками потому что у них фантазия вообще работает очень хорошо они вам могут такие придумать фигурки этого печенья не то что там покупные вот эти фигурки там зайчики мишки и что-то еще они сами могут фантазировать попробуйте и вы сделать такое печенье впереди будут выходные дни печенье испеклось вторая порция пеклась пятнадцать минут ему достаточно духовка уже была прогрета поэтому достаточно не очень сверху я им дала зажариться я не хочу сильно зажаренные они тогда будут жестче а так очень даже хорошо смотрите в общем снимаю а вот какой грибок получился так вот так если кому-то хочется печенье послаще можно перед выпечкой в серединку каждого цветочка чуть-чуть положить варенье или ягодку какую-то сладкую ну мне так захотелось смотрите вот это получилась трава а это гриб так что тихая охота у нас произошла сегодня да один грибок мы нашли сейчас я вам покажу на разломе как печенье это смотрится вот как видите красота 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 та-да-та-там все это вам будем чай пить сейчас пойду славу позову он работает на улице а я еще сегодня хлеб испекла сейчас я вам покажу вот такой хлеб он у меня еще теплый еще еще теплый это на закваске хлеб у него всегда немножко белесая корочка сверху получается но очень ароматный и очень приятная кислота у этого хлеба мне нравится такой хлеб люблю я его ну вот друзья я с вами испекла печенье сегодня а без вас я хлеб испекла и желаю вам приятного просмотра сегодняшнего видео желаю вам хорошего настроения желаю чтобы месяц июль начался для вас очень очень хорошо средний месяц лета чтобы был очень очень удачный для всех я желаю чтобы вы не болели и чтобы третья волна никого не коснулась мы уже подумываем о прививке но полгода у нас пройдет только в сентябре не знаю будем делать или нет посмотрим всем до встречи